МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья Петровна Дубкова, заместитель начальника управления по гражданству и миграции Управления внутренних дел Гомельского облсполкома, родилась в Гомеле. В 1995 году окончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. В 2006 году Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. Филолог, правовед. В структурах управления внутренних дел с 1998 года. С 2010 года в должности заместителя начальника управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облсполкома, подполковник милиции, награждена медалью за безупречную службу третьей степени. Задать вопрос гостю студии можно прямо сейчас. Номер телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Наталья Петровна. Рад видеть в студии программу «Диалог». Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Так и хочется начать с загадки нашей программы. У кого-то их два, а кому-то и с одним неплохо. Я практически уверен, что вы знаете, о чем я. Конечно. Речь идет о паспорте гражданина Республики Беларусь. В соответствии с нашим законодательством, паспорт гражданина Республики Беларусь обязан иметь каждый гражданин, достигший 14-летнего возраста. Наталья Петровна, давайте разберемся. Почему же в отличие от нашей страны, у жителей соседней России и Украины, два паспорта? Правильно? Правильно. Один паспорт у них предусмотрен для проживания в стране гражданской принадлежности. Второй паспорт у них предусмотрен для выезда за границу. В соответствии с нашим законодательством, это указ президента 294-го 2008 года, граждане Республики Беларусь имеют один паспорт. Как для проживания на территории Республики Беларусь, так и для временного выезда за пределы Республики Беларусь. Вот нам два примера. И все-таки ваше мнение. Лучше с двумя паспортами или же с одним? Я практически уверен, вы сейчас скажете, ну конечно же с одним и, наверное, будете правы. Трудно сказать. Однозначно мое субъективное мнение. Да, с одним паспортом. Это все же и лишняя оплата госпошлины гражданам, и лишние походы в наши подразделения по гражданству и миграции. Мое мнение с одним. Ну и как минимум это удобно. Два документа нужно хранить, перевозить, ну и так далее. Да, совершенно верно. Наталья Петровна, безусловно, мне интересно, как и большинству наших зрителей, паспорт будущего. Каким он может быть? Паспорт будущего. Хочу пояснить, что в конце 2018 года у нас, значит, будет вводиться биометрический паспорт. Это уже точно известно? Да, это точно известно. Будет биометрический паспорт, где будут записаны данные гражданина, отпечатки пальцев, фотография будет более высокого качества. Но образец этого паспорта еще не утвержден, поэтому о чем-то говорить пока рано. Когда будет все известно, дополнение скажем. Встретимся еще раз. Будет хороший повод для встречи здесь в студии программы «Диалог». Друзья, подключайтесь к нашему разговору. Напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон в Гомеле 77 68 45. Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов, комментариев в тему разговора. Ну, а мы продолжаем. Как насчет процедуры получения паспорта? Все, как понимаю, идет к упрощению, но и по возможности ускорению процесса. Да, совершенно верно. Значит, были внесены не так давно изменения в указ 200-х по административным процедурам. Значит, в этом указе было оговорено свидетельство о рождении при обмене паспорта уже не требуется. Вот. В ускоренном порядке также могут граждане обменять свой паспорт. Это также предусмотрено указом 200-м. Это осуществление административной процедуры, которая осуществляется в течение 15 дней. Оплачивается дополнительная государственная пошлина. Одна базовая величина на сегодняшний день – это 23 рубля. И с 26 апреля также были внесены изменения и дополнения в указ 200-й, где было оговорено, что на сегодняшний день граждане областных центров могут изготовить паспорт в срочном порядке за 7 дней. Оплата госпошлины, конечно, увеличивается уже в двойном размере. Две базовые величины на сегодняшний день. Это составляет 46 рублей. Ну и плюс оплата за паспорт. Также одна базовая величина. Мне подсказывают, что есть первый звонок эфира. Предлагаю выслушать. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ирина Петровна. Я из города Мозырье звоню. Ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, летом я хочу выехать со своим сыном на Украину. Нужно ли согласие от отца на его выезд? Вы законный представитель мамы, да, ребенка несовершеннолетнего? Да, я мама ребенка, ему 13 лет, мы собираемся отдохнуть на море. Нет, выезд папы не требуется. В соответствии с законом о выезде въезде граждан требуется согласие обоих представителей. Только в том случае, если несовершеннолетний ребенок выезжает с бабушкой, с дедушкой или с какой-то организацией. В вашем случае вы можете спокойно ехать без согласия отца. Вас пропустят на границе. Спасибо большое за вопрос, ну и, конечно, вам за ответ. Наталья Петровна, а вот еще о внешнем виде главного документа. Как менялся он за последние 10-20 лет? Говорю сейчас, конечно, о паспорте белорусов. За последние 10-20 лет кардинальных изменений не произошло. Единственное, что ранее в паспорт вклеивалась фотография. На сегодняшний день фотография сканируется в паспорте. Ну и все изменения, которые были за последние годы. А вот, говоря о процессе получения, подготовке главного документа, ускорить процесс выдачи паспорта сегодня возможно? Конечно. Что для этого нужно? Для этого нужно оплатить госпошлину. Как я уже говорила, одна базовая величина, значит, это до 15 дней. Две базовые величины, это в 7-дневный срок. Но это только для областных центров, то есть для города Гомеля. Интересно, а вот сегодня еще встречаются случаи поддельных паспортов, выявления таких ситуаций? Ну, вы знаете, подразделениями по гражданству миграции таких случаев выявлено не было. Единственное, что этот вопрос, может быть, нужно отнести к погранд войскам. Там они каждый день сталкиваются на границе с паспортами. Но я не думаю, на сегодняшний день наши паспорта очень защищены, и подделать их просто невозможно. То есть, скажем так, этот вопрос был актуален еще лет 10-20 назад, да? Да, совершенно верно. В начале 90-х. Тяжело ли получить необходимые документы, в том числе и паспорт, в отделении по гражданству миграции? Именно с таким вопросом на днях на улице областного центра вышли наши корреспонденты. Прямо сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Есть мнение». Давайте посмотрим. У меня сложности с этим не возникало, но я думаю, что это не так легко, как кажется, на первый взгляд. По моему опыту проблем больших не было. У меня было утеря паспорта. Ну, вызвали на комиссию, там, пожурили, выдали новое. Работники встретили, как положено. Через неделю получила я его без всякой суеты, без напряжения. Я военный, пенсионер. А раньше паспорта не давали гражданам. Давали только в удостоверении личности офицера. Закончил училище в Москве, а потом последние 20 лет пришлось мне служить здесь, в Белоруссии. А сейчас, я не знаю, вот без гражданства, без паспорта, никакие леготы, никак не могу уехать в другое государство. Не могу лечиться. Я сам имею несколько пулевых ранений. Инвалид, пенсионер. Сейчас имею вид на жительство. Если срочно необходимо сделать, вам же и сделать. Когда я выезжал за границу в Латвию, паспорт был просроченный, и в ближайшее время очень быстро сделали. Ну, конечно, сами понимаете, если что-то и нужно, то обычно у нас все делается. Если есть знакомые, какие-то связи, тогда еще быстрее. А так обычные люди и сталкивались, и моя бабушка, и все остальные, тем, что нужно стоять долго в очереди. Тот свой, белорусский, как развалился союз, как дали, так и все тогда быстро как-то выдавали. Вот поэтому мне трудно судить то, о чем я не в курсе, будем так говорить. Проблема в том, что мы не знаем белорусского языка, и вот на белорусском языке, когда пишем, действительно, это большая проблема переписывать вот это вот квитанции. Проблем нету по выдаче, но хотелось бы, чтобы сроки, конечно, были немного уменьшены по выдаче паспорта. Все как бы в срок. Подали документы и паспорт. Через, по-моему, 15 дней дают паспорт. Вот, и все, забираешь, ставишь регистрацию, прописку, и все, и паспорт действительный. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии, заместитель начальника управления по гражданству и миграции УВД Гомельского обл. сполкома Наталья Дубкова. Наталья Петровна, ваши короткие комментарии по только что увиденному материалу. На сегодняшний день обменять паспорт гражданина, я думаю, что не составляет трудностей. Есть определенные процедуры в ускоренном порядке, как гражданину удобно. Отчасти мы об этом уже говорили. Да, отчасти мы уже говорили. Что касается гражданина, который проживает по виду на жительство, вот его был комментарий. Здесь, возможно, оплаты и по медицинским услугам у него, повыше оплаты, идут, чем для граждан Республики Беларусь. Для этого, если он прожил более 7 лет на территории Республики Беларусь, на законных основаниях, он имеет право ходатайствовать о гражданстве Республики Беларусь. В этом случае у него оплата за оплату медучреждения будет уже совершенно другая, такая, как у граждан Республики Беларусь, и проблем не будет возникать. Самое главное, что в любых даже спорных ситуациях, сложных вопросах, я думаю, что специалисты и управления, и отделения по гражданству и миграции готовы дать ответы на любой вопрос. Мне подсказывают, что один из вопросов, возможно, такого рода поступил в эфир. Давайте выслушаем. Добрый день. Добрый день. Ваш вопрос, если можно, представьтесь вначале. Меня зовут Дмитрий, я из города Бомеля. У меня вот такой вопрос. Я со своей семьей летом хотел бы выехать за пределы Республики Беларусь. И я слышал, что в избежании эксцессов на границе лучше обратиться, проверить, выездной это или не выездной. Суть вопроса в том, что, расскажите, куда мне обратиться и как это сделать. Вы боитесь, что вы не выездной? Я считаю, что я выездной, но мало ли что. Я либо члены моей семьи, совершеннолетней, мало ли что. Чтобы не было путевки и т.д. и т.п., чтобы не было никаких расходов дополнительных. Спасибо большое, Наталья Петровна. Спасибо, да, Дмитрий. В этом случае вам нужно будет обратиться в подразделение по гражданству миграции по последнему месту жительства. Значит, наши сотрудники выдадут вам справочку, где будет указано, выездные вы, не выездные. Если какие-то проблемы, вам здесь же скажут. Но обязательно возьмите с собой паспорт, документ удостоверяющий личность. То есть вы бы советовали большинству при планировании поездки за границу, куда необходимо прийти? В отделение по гражданству миграции, по месту жительства? По регистрации. Последнее место регистрации. Что ж, ну сейчас буквально тезис на короткие, по большому счету, бытовые вопросы и примеры. Но в то же время этим они и интересны большинству зрителей, потому что касаются каждого. Как быть, если фотография в паспорте, сделанная годами ранее, может быть, десятилетиями ранее, уже, ну скажем так, не актуальна? Паспорт нужно заменить. Паспорт нужно заменить, соответствующие документы предоставить в организацию полномоченной заведения паспортной работы. Это РСЦ у нас, расчетно-кассовые центры, сельские советы, ну в зависимости от того, где гражданин проживает. Вот и обменять паспорт не будет проблем никаких. И все-таки, знаете, когда же необходимо заменять паспорт? У каждого свое понятие того, насколько он поменялся. Смена цвета волос или другие кардинальные изменения в имидже, они как-то вот должны подтолкнуть к такому шагу? Нет, не должны подтолкнуть к такому шагу, потому что, ну, кардинальные изменения, это что? Это если половая принадлежность изменилась. В таком случае, конечно, да. Или пластическая операция, допустим, да, серьезная проделана? Ну, если не слишком изменился человек на фотографии предыдущей и теперешний, который будет делать, то да. Талия Петровна, есть еще один звонок в эфире «Беларусь-4». Я же напомню, друзья, вы тоже можете задать свой вопрос. Телефон в Гомерах, 77-68-45. Ну а пока на линии наш зритель. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте узнакомиться. Давайте. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена, ваш вопрос. Значит, у меня такой вопрос. Значит, по возрасту мне необходимо получить новый паспорт. Так, в старом паспорте у меня стоит действующая шенгенская виза. Могу я оставить себе старый паспорт и получить новый? Конечно, можете. Для этого вы должны будете обратиться в подразделение по гражданству миграции, оставить там заявление, в котором укажете, на какой срок вам нужно оставить паспорт. Но по истечении надобности вам нужно будет сдать этот паспорт для уничтожения. То есть на память оставить документ этот нельзя? Да, да. По истечении срока действия шенгенская виза, которая проставлена в предыдущем паспорте, значит, гражданин отдает документ в подразделение по гражданству миграции. Документ уничтожается. У нас идет контроль, учет. А как насчет утери главного документа, паспорта? Чем это чревато? Чревато? Ну, чревато единственное тем, что гражданин не сможет реализовать своих гражданских прав, так как у него нет документа на руках удостоверяющего личность. Всего лишь. Но здесь там нужно еще разобраться, наверное, вашим специалистам в каждом случае отдельно. Утеря ли это паспорта? Бывает ведь наверняка и другие ситуации. Совершенно верно. Бывает и кража паспорта, и утеря. Но гражданин об этом заявляет самостоятельно. Если это кража паспорта, то это уже совершение преступления. В таком случае наши органы внутренних дел разбираются, кто украл паспорт, при каких обстоятельствах. Ну, и выстняет уже до конца. А как насчет процесса замены утерянного документа? Много ли времени займет эта процедура? Эта процедура занимает столько же, точно столько же времени, сколько и обычный обмен паспорта. Значит, в течение месяца, либо, как я уже ранее говорила, 15 дней, либо в срочном порядке, это 7 дней и уплата дополнительной госпошлины. Одна базовая величина и две. Хорошо. В случае, если гражданин все-таки просрочил срок действия паспорта, какие санкции предусмотрены здесь? В соответствии с административным кодексом, статья 23.53, за проживание по недействительному паспорту, либо без документа, удостоверяющую личность, предусмотрено наказание от предупреждения до четырех базовых величин штрафа. Ну, как правило, наши сотрудники подразделения по гражданству и миграции стараются войти каждого в положение и слишком серьезно не наказывают. Наверное, все потому, что чаще по невнимательности не продляют паспорт. Да, совершенно верно. И еще вопрос в том, один гражданин может просрочить год, два, три, четыре, пять паспорт, а второй там буквально пару дней. Поэтому в учет берется все принять. Есть и те граждане, у которых паспорта и вовсе нет. Я так понимаю, что вы догадались, говорю сейчас я о лицах без определенного места жительства, особый контингент, удается ли с ними наладить, что называется, общий язык, ну и работу, конечно. Да, конечно. Мы работаем с такой категорией граждан. Но первоначально, что мы делаем? Мы проводим идентификацию личности. Как правило, у этих граждан не бывает вообще паспортов. Затем мы проводим проверку принадлежности гражданству Республики Беларусь. Если мы его определяем, что он является нашим гражданином, мы его документируем паспортом, помогаем, оказываем всяческое содействие в документировании паспорта, вплоть до того, что наше подразделение фотографирует таких граждан. Вот. Значит, ну а если мы признаем данного гражданина иностранным, то помогаем в легализации на территории Республики Беларусь, чтобы он многоходился легализованным. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Мы работаем в прямом эфире. Телефон в Гомеле 77 68 45. Мне подсказывают, есть еще один звонок. По-настоящему живой эфир на Беларусь 4. Добрый день, мы вас слушаем. Я думаю, что у вас будет еще возможность дозвониться, но мы продолжим. Много звонков было в связи с наступающим сезоном отпусков. Я так понимаю, что уже, наверное, настало по-настоящему жаркое в прямом и переносном смысле время и в управлении, и в делениях по гражданству и миграции. Как избежать очередей, ну и, конечно, всех таких нервозных вопросов? Да, совершенно верно. В летний период у нас, значит, увеличивается на порядок обращения граждан с обменом паспорта. В основном это детки наши, которые собираются на отдых. Вот. Поэтому я очень попрошу наших граждан, загляните еще раз в свой паспорт, посмотрите, чтобы окончание срока действия соответствовало. Ну и, по возможности, обращайтесь заранее в подразделение по гражданству и миграции, чтобы обменять паспорт, потому что начинаются звонки телефонные. Помогите, расскажите. По возможности, мы, конечно, никому не отказываем, всем помогаем. Но, тем не менее, такая проблема существует. И все-таки больше тех граждан, кто заранее заботится, либо тех, кто в авральном режиме пытается решить ситуацию. Нет, наши граждане молодцы, больше тех, которые заранее заботятся. Ну, бывает всякое в жизни, знаете как. Бывает, срочная поездка нужна. Вот. Гражданин как бы не думал, а тут вот. В общем, я думаю, что вы всех убедили, что нерешаемых вопросов не существует. За это спасибо. Кстати, сегодня уже и малышам выдают паспорт. Чем отличается этот процесс? Значит, этот процесс отличается лишь тем, что подать документы на обмен паспорта может один из законных представителей несовершеннолетнего. Вот. И оплата госпошлина за паспорт не изымается. До 14 лет паспорт выдаётся ребёнку несовершеннолетнему бесплатно. Может быть, тогда есть какая-то информация показательная. Самый молодой белорус, у которого есть паспорт. Это самый молодой. Какой возраст может быть? Ну, может быть, и месяц ребёночку, и два выезжают за границу. И уже есть паспорт? Конечно. А как насчёт фотографии для паспорта? Вот снимок, где ребёнок смеётся, подходит к внедрению в работу? Ну, смеётся нежелательно. Улыбается можно, но смеётся не подходит. Будет не соответствовать техническим требованиям. И буквально коротко, вот наверняка тоже распространённые случаи, допустим, паспорт весь в штампах, в визах, хоть и срок достаточной деятельности паспорта ещё достаточно большой, впереди вдруг нарисовалась новая поездка за рубёж. Ну, для этого, как я уже поясняла, нужно обратиться в подразделение по гражданству и миграции, предоставя соответствующие документы. Наши сотрудники всегда идут навстречу, помогают нашим гражданам, оплачивается госпошлина за ускорение, за сам паспорт. И вопросов не возникает, как правило. Что ж, ну а мне подсказывают, у нас есть ещё один материал в тему разговора, сразу после чего вернёмся в студию и продолжим. Оставайтесь с нами. В отделении по гражданству и миграции отдела внутренних дел администрации советского района Гомеля ежедневно принимают до 150 человек. Кому-то нужно получить разрешение на временное проживание, кому-то заменить утерянный паспорт. Старший инспектор Марина Санина занимается оформлением документов на приобретение белорусского гражданства. О её профессионализме можно судить по полученным благодарностям за безупречную службу, профессионализм и достижение положительных результатов оперативно-служебной деятельности. Свою работу она действительно знает в совершенстве. Причём касается это не только оформления документов, но и отношения к посетителям, пока ещё иностранцам, но уже потенциальным гражданам нашей страны. Больше всего, конечно, граждане Украины. Также приобретает гражданство граждане Казахстана. Российская Федерация приобретает значительно реже. Украина приобретает в основном потому, что здесь кто-то проживал на территории Республики Беларусь, так как смежное государство. И они приобретают гражданство в течение двух месяцев. Вообще граждане России, Украины и Казахстана особых хлопот сотрудникам правоохранительных органов не доставляют. Куда больше проблем возникает с иностранными гражданами, приезжающими в Беларусь на учёбу. Не то, чтобы они были такими уж яростными нарушителями. Однако кто-то обязательно забудет своевременно зарегистрироваться или продлить регистрацию. Кто-то попадётся в поле зрения милиции в состоянии алкогольного опьянения. И это далеко не весь список несоблюдений белорусского законодательства. Проживание не по месту регистрации. То есть иностранцы у нас обязаны проживать только по месту регистрации. Ещё как бы, ну как бы не сильно зачастую, но есть такие факты нарушения, которые иностранцы у нас прибывают по визе на учёбу. Они обязаны здесь только в Беларуси, естественно, что им наделяется только обучение. Однако они могут в нарушение законодательства осуществлять трудовую деятельность, что им запрещено делать на территории Республики Беларусь. Значит, они как осуществляют в плане посудомоющих, каких-то официантов, на мойках машины моют. В отделениях по гражданству и миграции говорят, что без внимания не остаётся ни один случай нарушения закона. Хотя выдворять всех из страны тоже никто не стремится. В конце концов, и безбилетный проезд в общественном транспорте тоже нарушение. Однако в этом случае, как и для граждан нашей страны, хватит обычного штрафа. Если иностранный гражданин не совершил чего-то тяжкого или вызвавшего широкий общественный резонанс, правоохранительные органы всегда войдут в положение. В конце концов, от их действий зависит имидж Беларуси. Страны открытой, гостеприимной и интересной для других. Но действующие здесь законы лучше всё-таки не нарушать. Собираем характеризующие данные с места учёбы, места работы, как характеризуется гражданин по месту жительства. Опять-таки, его, скажем так, заслуги, в кавычках, перед Республикой Беларусь, так называемый послужной список. И, исходя из характеризующих данных, вкупе все вышеперечисленные мной, принимаем соответствующее решение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совершенно верно. У нас компетентный сотрудник Марусик Роман Иванович, начальник отделения по гражданству и миграции Советского района. Поэтому очень много поступает благодарности в отношении как руководителя, так и его сотрудников. Вопросов не возникает. Хорошо. Это пример такой показательный. А вот условия для работы ваших коллег и для граждан, которые приходят за услугами, везде равные? И в регионах тоже подтягиваются? Конечно, равные условия. Но я думаю, что подразделение по гражданству и миграции Советского района, это у нас как показательное подразделение. Поэтому вопросов каких-то или жалоб не возникает. С большего везде на уровне? Да, с большего везде на уровне. Есть еще один звонок в эфире. Предлагаю выслушать. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Ликтор из Гомеля, подскажите, пожалуйста, при выезде на постоянное место в России нужно ли что-то оформлять в Республике Беларусь у нас? Спасибо. Да, при выезде на постоянное место жительства вы можете иметь право оформить паспорт серии ПП. Это паспорт дает право вам для проживания за пределами Республики Беларусь. Но в связи с этим вы будете сняты с регистрационного учета. То есть вам придется выписаться. Последующая постановка, когда уже вы получите паспорт серии ПП, с постановкой на консульский учет. В Россию, я так поняла, вы собираетесь ехать? Я так понял, да, в Россию. В Россию. На консульский учет Российской Федерации нужно обязательно будет встать. Талия Петровна, двигаемся дальше. Еще один блок вопросов, который стоит рассмотреть. Гомельщина крайпригранична. Какую оценку можете дать работе, построенной здесь, с беженцами и переселенцами? Ситуация прибытия мигрантов в Гомельскую область находится под контролем. И вопросы их пребывания на территории области решаются в индивидуальном порядке, в соответствующем, с действующим законодательством Республики Беларусь. Хорошо, и все-таки жители каких стран чаще всего выбирают нашу страну, нашу область, Гомельскую область для места убежища? В последнее время это граждане Украины. Последние несколько лет, как минимум, да? Да, последние несколько лет, да, это граждане Украины. Значит, в связи с конфликтом в Донецке-Луганске, граждане покидают свои дома, приезжают к нам на Гомельщину, потому что Гомельщина приграничная. Здесь мы по возможности легализовываем их, предлагаем работу. У кого-то есть основания, близкие родственники граждане Республики Беларусь, они оформляют себе разрешение на постоянное проживание на территории Республики Беларусь, трудоустраиваются, ну а также еще и могут взять кредиты на жилье, ну и так далее. И все-таки вы затронули кризис в соседней Украине экономически, а затем и политически, и наоборот, политически, а затем экономически. Ситуация последних нескольких лет показала, что в страну, а точнее именно в Гомельскую область, по большей части в наш регион, хлынул достаточно большой поток украинских граждан. Как в связи с этим сработали все заинтересованные службы и органы власти? Ведь все-таки, если не ошибаюсь, 6-8 тысяч украинских граждан в один регион, в Гомельской области, это достаточно серьезное испытание. Да, совершенно верно. Значит, ну на сегодняшний день ситуация прибытия мигрантов из Украины находится под контролем. Вопросы их пребывания на территории области решаются в индивидуальном порядке. Значит, и большинство прибывших украинцев обращались в органы внутренних дел за содействием в трудоустройстве. Ну, а также умело решали сами, самостоятельно эти проблемы. Значит, со стороны Международного Красного Креста, жителям Луганской и Донецкой области, прибывшим в Гомель, выдавались ваучеры на приобретение продуктов питания, на жилье, не на жилье, прошу прощения, на одежду. Ну, то есть со всех сторон и общественные объединения, и органы власти старались поддержать братьев украинцев, что уж тут говорить, все мы славяне, и я так думаю, что этот пример достаточно показателен. Ведь так, скажите, а вот что дает статус беженец гражданам, которые прибывают в нашу страну? Статус беженца дает, значит, право на оформление временного проживания на территории Республики Беларусь. Этот статус не каждому достается, скажем прямо? Нет, не каждому достается. Для этого статуса нужны определенные основания. Значит, есть такие страны, которым статус выдается только на основании определенных оснований. Это близкие родственники, граждане Республики Беларусь, ну и так далее. Вот, поэтому... Что дает этот статус в первую очередь, статус беженец? В первую очередь дает, значит, возможность трудоустроиться. Ну и, наверное, я так понимаю, и другие социальные льготы, приближенные к тем, которые имеют граждане страны пребывания. Да, совершенно верно. Хорошо. Ну вот к нашему размышлению я подготовил цитату одного из экспертов нашей программы. Миграция — это не только неизбежно, но еще и необходимо. Как бы вы прокомментировали это мнение? Интересная мысль. Да, не секрет, что демографическая ситуация в ряде стран осложняется. И прибытие мигрантов, особенно в трудоспособном возрасте, их последующая интеграция способствует смягчению ситуации. Я думаю, что тут, если посмотреть на эту ситуацию еще и взглядом зрителя, то каждый из нас не прочь сходить в, допустим, грузинский ресторан, приобрести у итальянского портного какой-то комплект одежды какой-то, да, да и попробовать интересное блюдо. В общем, вариантов много. То есть смешение культур в разумных пределах — это очень даже неплохо. Конечно. Мне подсказывает, есть еще один вопрос, предлагаю выслушать. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Татьяна, меня зовут. Ваш вопрос. У меня вопрос такой. При замене паспортов у мужа оказалась фамилия Ковалев, а у меня Ковалева. Это мы обнаружили спустя много-много лет. И теперь возник вопрос, что получается, что я ему раньше не считалась, я ее, как бы, ну, одинаковые буквы. А сейчас оказалось, что вы не родственники вроде как. А что мы теперь не мужа-жена, прожившая столько лет, и что нам теперь делать? Скажите, в свидетельстве о рождении что у вас указано, Ковалев или Ковалев? Потому что паспорт... В метриках указано Ковалев. И у вас, а у мужа Ковалев, да, в метриках? Да, он же Ковалев, да, я же мужу приняла фамилию. Паспорт выдается у нас на основании свидетельства о рождении, поэтому в вашем случае тогда правильно указали. То есть ошибка как раз-таки у вас. Ошибка, да, первоначально, свидетельство о рождении. Вам нужно будет обратиться в органы ЗАГС. Нет, подождите, свидетельство о рождении, дело в том, что уже нам, извините за 60, и когда раньше считалось, Ковалев, Е не писалось, или Е, или Е не имело значения. Ну, это считалось раньше, сейчас... Вот, а вот теперь мы даже не обращали внимания. Оказалось, спустя много лет мы это обнаружили. Как в данном случае быть, чтобы нам не казалось, что мы... Но в любом случае заниматься этим вопросом нужно, даже сейчас. В любом случае заниматься этим вопросом нужно, да. Но я бы рекомендовала обратиться в органы ЗАГС, определить, показать ситуацию, и я думаю, что они вам там помогут. Вопрос решаемый, но все-таки паспорт одному из пленов семьи поменять придется. Поменять, да, да, придется, конечно. Спасибо большое за звонок и вам за ответы. Остается буквально несколько минут в эфире. И буквально коротко все-таки к теме беженцев. Как бы мы много ни говорили, информации действительно много о беженцах и в телеэфире, и в эфирах телерадиокомпании Гомель. И это здорово, потому что все-таки белорусы, в первую очередь, толерантный народ. И тем не менее, то и дело. Но как минимум в сети интернет всплывают различные стереотипы о беженцах. Буквально тезис на озвучу, но вы постарайтесь прокомментировать. Итак, цитаты из сети интернет. Беженцы чаще всего связаны с криминалом. Есть такой стереотип? Вы знаете, есть такой стереотип. Ну, я думаю, что это не актуально для территории Республики Беларусь. Потому что при подаче документов на статус беженца, значит, проходят все проверки органов внутренних дел. И вопросов никогда не возникало, во всяком случае. Да и статистика, я так понимаю, говорит... И статистика говорит, да, да, соответствующее подтверждение. Еще одна цитата из сети интернет. Если они пришли, то мы от них не избавимся. Ну, нет, я считаю, что это не актуально для нашей республики, для Республики Беларусь. У нас народ толерантный, поэтому мы всех с удовольствием принимаем. Кто бы к нам ни приходил с Украины, с Йемена, там, с Сирии. И примеры, которые сегодня мы озвучили даже в этом эфире. Примеры, живые примеры, которые касаются жизни Гомельской области. Там подтверждение. Конечно. Еще одна цитата из сети интернет, еще один стереотип, которым, я думаю, что мы развеем. Беженцы дорого обходятся государству. Но вот тут действительно где-то можно и поспорить. Действительно мы вкладываем определенные деньги в эту сферу. Ну да, со стороны государства оказывается единовременная помощь в размере одной базовой величины на период рассмотрения ходатайства и в размере одной базовой величины после предоставления статуса беженца. И только некоторым социально уязвимым лицам оказывается разовая помощь на приобретение одежды в размере не превышающем четырех базовых величин. И на питание в размере не превышающем пяти базовых величин. Вроде бы не так и много, да? Да, не так уж много, да. Для того, чтобы поддержать человека, который оказался в сложной ситуации, еще один стереотип, еще одна цитата из сети интернет, мы будем терять свою индивидуальность. Вот тут тоже, да, смешение кровей, с одной стороны, в хороших пределах это неплохо, и в рамках неплохо. Как вот ваше мнение на этот счет? Ну, вы знаете, мне кажется, не столько у нас много беженцев, чтобы мы уже там смешивались кровью. Поэтому я думаю, это тоже не актуально для нас. Хорошо. Это может быть больше проблемы стран Евросоюза, нежели наши. Хорошо. И последнее. Давайте им меньше, и они к нам не пойдут. Вот еще один стереотип, который, наверное, сейчас витает, даже, наверное, менее актуален для белорусов и для их мнений, а вот как раз-таки для Европы, которую заполонили беженца. Ну, вы знаете, разные ситуации бывают у граждан, поэтому, значит, в стечение обстоятельств попадают они к нам на территорию Республики Беларусь. Мы их принимаем здесь. Ну, меньше, больше, я не знаю. И все-таки, наверное, если подводить итог программы, то вот мысль Зейнала Гаджиева, одного из экспертов, значимых экспертов в сфере гражданства и эмиграции в Беларуси, его цитаты, миграция, это не только неизбежно, но и необходимо, все-таки ближе к нам, к толерантным белорусам. Ну, да. Наталья Петровна, у вас есть буквально полминуты для того, чтобы пожелать своим коллегам настроить их необходимое русло. Работы, в том числе в отделениях по гражданству и эмиграции, с наступлением лета не убавятся. Как можно поменьше работы в летний период, чтобы она не прибавлялась, а уменьшалась. Спасибо большое. Исходя из сегодняшнего эфира, я думаю, зрители сделали вывод о том, что наши паспорта и работа с паспортами в надежных руках. Спасибо за полезную информацию. Интересный разговор. Но, а я напомню, что сегодня гостей программы «Диалог» была заместитель начальника управления по гражданству и эмиграции УВД Гомельского облсполкома Наталья Дубкова. Наталья Петровна, еще раз слова благодарности за полезную и интересную информацию. Что ж, на этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. До встречи.